Так, все, вебинар на записи. Если кто-то отвлечется во время нашего вебинара, надо будет по той или причине уйти, то можно будет всегда посмотреть записи. Я думаю, уже сегодня она будет на нашем канале YouTube доступна, ну и наверняка по почте всем приглашение будет разосла. С чего начнем? Ну, вообще понятно, что на данный момент введение бизнеса в сети интернет – это такое ключевое условие конкурентноспособности. Все больше и больше людей делают покупки через интернет, используют для этого как какие-то стационарные компьютеры, так и все больше и больше мобильные устройства. Вообще мобильный трафик уже стал больше, чем трафик каких-то стационарных компьютеров. Это уже давно признанный факт, то есть интернет уходит в мобайл, грубо говоря, и у нас тоже есть для этого решение. Попозже расскажу об этом тоже. Вот такой вот прогноз объемов рынка интернет-торговли в России к 2018 году. Данные немножко старые, это данные, насколько я помню, осенью прошлого года появились, но после всех наших скачков валют наверняка цифры еще больше стало. Что такое Bittrex? По сути, платформа для разных видов бизнеса, как для крупного, так и для большого. Bittrex – это так называемый CMS – Content Management System, система управления контентом. Платформа. На данный момент на этой платформе мы имеем уже более 40 тысяч клиентов. Из них более 26 с половиной тысяч – это интернет-магазины. Занимаются нашей платформой, то есть разрабатывают сайты на платформе Bittrex. Более 12 тысяч компаний-партнеров – это всеразличные веб-студии, интеграторы, рекламные агентства, у которых есть отделы, которые вебом занимаются и так далее. У нас есть такая удобная штука, как Marketplace – это сайт, на котором можно скачивать и покупать, есть и платные и бесплатные, всеразличные приложения для вашего сайта, которые расширяют функциональность. В конце, я думаю, тоже немножечко пробежимся про это. Кроме того, кроме вот таких приложений, расширяющих функциональность, там есть еще и готовые интернет-магазины, в том числе и готовые интернет-магазины товаров детской одежды. Я думаю, мой коллега Александр, он как раз про это упомянет сегодня. Такие данные есть по использованию Bittrex в Рунете, в русском интернете. На март 2015 года – это 62,07% сайтов, которые сделаны на коммерческих платформах. Достаточно большая цифра, мы как-то никогда особо не гнались за ней, но с каждым годом потихонечку растем. Люди нам доверяют, и мы стараемся сделать все, чтобы нашим клиентам было удобно работать с интернет-магазином. Итак, вы решили создать свой интернет-магазин. Естественно, наверняка у вас ограничено время для запуска интернет-магазина, наверняка ограничен бюджет, и что бы хотелось сделать, что нужно сделать на первоначальном этапе. Давайте с вами посмотрим. С нашей точки зрения, мы все-таки рекомендуем использовать готовые решения. Здорово, когда у вас есть ресурсы и финансовые, и временные, которые позволяют вам разрабатывать уникальный сайт с уникальным каким-то дизайном, специально, который только у вас будет. Это все, конечно, здорово и удобно, но с другой стороны, такая возможность, такие временные и денежные ресурсы есть далеко не у всех. Гораздо проще взять какое-то готовое решение, выбрать нишу, в которой вы будете работать, например, только деревянные игрушки вы будете продавать, или одежда только для девочек, для маленьких девочек, для маленьких мальчиков, не суть. И попробовать начать расти именно в этой нише. Это правильное решение. Многие успешные интернет-магазины, которые существуют в урнете, они начинали именно с того, что начинали копать какую-то свою узкую нишу, и потом вырастали в какие-то уже более глобальные проекты, занимали потихонечку свою долю на рынке. Что предлагают готовые решения? Я сейчас покажу наш универсальный шаблон, про который здесь написано, но в принципе, те готовые решения, которые есть в маркетплейсе, практически весь функционал, который есть в универсальном шаблоне, они также имеют и, помимо всего этого, имеют какие-то узкоспециализированные какие-то фишки. Например, если мы говорим о интернет-магазине товаров для детей, наверняка там дизайн обычно привыкли все видеть, что дизайн с какими-то такими детскими элементами, какие-то, не знаю, ромашки, бабочки, что-нибудь розовенькое такое, ну и так далее. Хотя, ну, далеко не факт, далеко не факт. Ну, вот я, например, когда детские магазины смотрел, часто такое попадалось. Что содержит наше готовое решение? В первую очередь, это адаптивный дизайн интернет-магазина. Это вещь, на которую стоит обратить внимание всем будущим владельцам интернет-магазинов. Если вы будете покупать какое-то готовое решение, если вы будете заказывать индивидуальный дизайн для вашего интернет-магазина, обязательно стоит учесть, чтобы делали именно адаптивную верстку для вас. Что это такое? Адаптивная верстка, это такая верстка, которая позволяет отображать сайт, ваш сайт, ваш интернет-магазин одинаково удобно и одинаково красиво на любом устройстве, вне зависимости от того устройства, на котором вы смотрите. Например, одно дело, когда открывают ваш сайт на компьютере, да, большой экран, удобно мышкой вводить. И совсем другое дело, когда ваш сайт открывают с мобильного телефона. Мышки уже нет, картинки маленькие и ссылки, кнопки, если у вас мелкие, то попадать большим пальцем в эти маленькие кнопки не очень удобно. Поэтому сайт должен адаптироваться под то устройство, на котором его просматривают. Ну а так как у нас все больше и больше мобильных устройств используется, то надо делать так, чтобы было удобно и с телефона, и с планшета, и с компьютера это смотреть. Все это называется адаптивный дизайн. Наш типовой шаблон, который сейчас буду показывать, он адаптивный. Александра, коллегу, попрошу пометить, чтобы он сказал, адаптивный у них шаблон или нет. Наверняка да, сейчас все в основном делают адаптивные. Обратите на это внимание. Далее, готовое решение содержит, какие-то настроенные сервисы, типовой контент. Это скорее для того, чтобы вы могли посмотреть примеры. Посмотреть примеры, как заведен товар, как он выглядит, что туда надо писать, чтобы клиенту, посетителю вашего сайта было удобно воспринимать информацию, и понятно было, что он покупает. Далее, готовое решение содержит мастер установки настройки магазина. Мы сейчас это с вами посмотрим. Содержит демо-версию мобильного интернет-магазина. Позже расскажу про это, коснусь тоже. Содержит бесплатное приложение для администрирования. Мобильное приложение для администрирования работает со всеми интернет-магазинами, которые сделаны на Bittrex. Само приложение бесплатно. Можно в App Store или Google Play его скачать, установить и администрировать ваш магазин с телефона. Это удобно, особенно для пользователей небольших интернет-магазинов, которые постоянно в разъездах где-то. Прямо на телефон они могут получать информацию о заказах, просматривать отчеты какие-то и так далее. То есть можно управлять продажами прямо с телефона. Ну и готовое решение, конечно, содержит весь функционал Bittrex управления сайтом. Давайте посмотрим. Я запустил на нашем сайте Bittrex Labs. Вы тоже можете зайти. Вот он, bittrexlabs.ru. Запустил такую демо-версию. На 3 часа она будет доступна. Здесь демо 1506. У нас сейчас вышла уже версия 15.5. Она у меня стоит отдельно. Мы с вами здесь посмотрим только, как у нас происходит установка интернет-магазина. После запуска скрипта, который вы на свой сайт, или дистрибутив на свой хостинг установили, или скачали демо-версию локально, поставили на свой компьютер. Тоже есть такая возможность. После запуска либо демки, либо скрипта на вашем сайте, открывается вот такое окошко, где мы выбираем решение для установки. Раз мы с вами говорим о интернет-магазине, то вот я здесь и выбрал интернет-магазин. В новой версии процесс вот такой установки не изменился. Единственное, что адаптивный шаблон уже будет новый. Здесь пока старый еще, у вас уже будет наверняка, будете смотреть, когда уже будет новый адаптивный шаблон. И вы просто выберите цвет шаблона, который вам подходит. Он такой универсальный. Я видел, кстати, разные магазины, и одежду, и деревянные изделия, поделки из дерева продавали. Много всякого, который именно на типовом шаблоне сделан. Вы заполняете информацию о сайте, контактное, название магазина, время работы и так далее. Ссылки на соцсети ваши, метаданные, которые нужны для того, чтобы поисковики могли удобно обработать ваш сайт. Нужно информацию потом поисковиках выводить. Настраивайте каталог, указывайте, будет ли вестись на вашем сайте складской учет или нет. У нас есть возможность ввести складской учет как прямо на вашем сайте, так и в 1С. Для небольших магазинов, наверное, удобнее на сайте. И в любом случае это удобнее, чем ввести где-то отдельно в Excel все заказы. Выбирайте информацию о магазине, локализация, какие-то юридические реквизиты банковские. С какими типами плательщиков будет работать ваш магазин. Ну и то, что касается оплаты и доставки. Например, какие способы оплаты будет принимать ваш интернет-магазин и какие способы доставки, галочками прямо отмечаете, будут у вас работать. То есть, какими способами доставки вы сможете ваш товар доставлять до ваших пользователей. Это такие базовые настройки. После установки в настройках магазина можно будет и другие платежные системы активировать. Такие как Яндекс.Деньги, Хромопей или что-то еще. Единственное, что, конечно, для работы с этими системами вам потребуется заключать с ними договора. Но настраивается это достаточно просто. Заглянем, я думаю, сегодня с вами посмотрим. То же самое, кстати, и способы доставки касается. То есть, по умолчанию предлагаем какие-то самые популярные. Но потом может и ЕМС, УПС, и там много всяких разных есть. Насколько я помню, и в том числе и поддержка постаматов. Тоже возможно. Так, ну давайте пока. Пока уйдет у меня настройка, чтобы немножечко у нас поживее все шло. Ох, как нас стало уже много. Я посмотрю, какие-то вопросики может появились. Или пожелания. Так. Давайте пока отвечу. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать адаптивный шаблон, если мы установим самую новую версию. Спрашивает нас Юлия. Юлия, смотрите. Ох, что-то у меня пошло не так здесь, да, на установке. Ну, не знаю, прямо здесь какая-то бага. Отдадим нашим. Напишу после вебинара на нашем ребятам, в поддержке, чтобы посмотрели, что-то у нас может быть с лапсом сломалось. В любом случае у вас таких проблем быть не должно. У вас должно после установки вот такой вот новенький красивый шаблон появиться. Так, давайте пока вы смотрите шаблон, я отвечаю на вопросы. Потому что их немножечко уже появилось, ну и будет так поживее. Так, подскажите, пожалуйста, нужно ли делать адаптивный шаблон, если мы установим самую новую версию. Юлия, смотрите, адаптивный шаблон и версия Bittrex, новая или не новая, они немножечко не связаны. То есть вот этот шаблон, это наш шаблон, который идет у вас по умолчанию. Он адаптивный, его адаптивным уже делать не надо. Если вы выберете какой-то другой шаблон, например, на Marketplace, давайте, наверное, даже с вами сейчас прямо откроем, посмотрим. Да, что ж такое. Marketplace DNS Bittrex.ru. Здесь есть разные готовые интернет-магазины, вот, например, готовые интернет-магазины. И их, ну, тут надо прямо открывать и смотреть, они уже адаптивные или нет. Не знаю, я наобум сейчас открою, строительные материалы, ну, просто почитать описание. Если он адаптивный, то, естественно, его уже не надо делать адаптивным. Если он еще не адаптивный, в принципе, можно связаться с разработчиком, пообсудить, чтобы специально под вас как-то доработали его. Но наши рекомендации, да, обязательно сайт должен быть адаптивным. Более того, ну, помимо того, что это удобно для пользователей, это повысит конверсию вашего сайта, это будет влиять на позицию вашу в поисковиках. Google, например, это учитывает. Если сайт не адаптивный, они не будут вас высоко двигать, грубо говоря. Так, далее смотрим. Тестируем версию 15.5. Вопрос, можно ли будет откатиться в предыдущей версии, если что-то пойдет не так после установки. Ну, откатиться к предыдущей версии нет, нельзя будет. Честно говоря, не знаю, что не так после установки. Если вы стабильную версию пользуетесь, то все там нормально должно быть. Но на всякий случай работайте на тестовые копии. Всегда это, мы не запрещаем вторую тестовую копию иметь. Могу подробнее рассказать, или я, если интересно, напишите в почту, напишу или как-то так. Так, насколько я поняла, она идет уже в новой коробке, или ее все равно нужно адаптировать под сайт? Юля, нет, ну вот это уже, да, вот этот шаблон, он уже в коробке. У нас сайт на бизнесе, мы только запускаемся. Юля, я вижу, вы дали ссылку, я обязательно посмотрю попозже ваш сайт. Хорошо. В обвизоре, что есть у линии, не отображается, как это адаптировано. Юля, отдельно, хорошо, побеседуем. Евгений говорит, что слишком много информации для тех, кто с Bittrex не знаком. Евгений, смотрите, вот это семинар обзорный. То есть, вот еще в течение 40 минут я буду делать такой общий обзор по Bittrex, коснусь немножечко того, что новинки у нас какие появились. Во второй части вебинара у нас будут рассказы уже именно по детским товарам. В августе у нас будут узко специализированные вебинары, мы вчера как раз посетили, планировали. Три штуки, где будут вопросы именно по обмену, по e-mail маркетингу, по рассылкам и так далее. То есть, ну, это не обучающий семинар, это обзорный, вы совершенно правы. Так, в вашем шаблоне возможно выбор только горизонтального меню. Не увидел выбора вертикального для редакции «Малый бизнес». Сергей спрашивает. Сергей, вот насколько я помню, в новой редакции, вот в новом этом шаблоне, там, по-моему, только вот такое горизонтальное меню есть. Вертикального, по-моему, нет. В старом шаблоне было. Евгений меня просит сказать, что модуль обмена с 1С заточен под управлением торговли на розницу 2.1 проблемы. Да, на самом деле так и есть. С 1С розниц у нас пока нет интеграции. Интеграция есть только с 1С управлением торговли и некоторыми редакциями, в которых тоже такой модуль входит. Я чуть-чуть позже подробнее про это расскажу. Так, Илья просит ответить письменно. Ну, Илья, хорошо, отвечу письменно, спишемся с вами сегодня. Смотрите, мы установили вот такой вот типовой шаблончик у нас, да, универсальный шаблон интернет-магазина. Ну, что мы здесь видим? Логотип, какие-то контактные данные, меню главное, такое вот с выпадающими подменюшками, с описанием разделов. Поиск, причем это умный поиск, уже настроен, да, например, если мы платье вводим, то он нам сразу показывает платье, мы можем в карточку товара платья, либо в раздел платья переместиться. Очень удобно. Дальше пошли у нас какие-то товары, причем вот отображаться могут по-разному, например, здесь на компьютере, когда смотрим, отображается вот такое выпадающее, да, такое окошечко, где мы можем выбрать там размер, цвет. Сразу этот товар положите в корзину, если нам необходимо. Далее, что у нас здесь? Кнопки соцсетей, естественно, ну, сейчас все в соцсетях присутствуют, это очень удобный способ контакта с вашими клиентами. Окошечко подписки на рассылку, мы сегодня еще поговорим с вами про рассылку. Блок новостей вниз вынесен, опять же кнопки соцсетей, здесь дублируется меню, и опять рассылка. Ну, такой универсальный шаблон, который может подойти, в принципе, наверное, практически всем. Если что, всегда можно с помощью специалистов, либо, если я знаю, самостоятельно что-то под себя поменять. Давайте зайдем в раздел, здесь что хотелось бы показать. В Битриксе уже по умолчанию есть такой умный фильтр, который позволяет какие-то товары фильтровать по тем параметрам, которые мы укажем. Цвет, размер, цена и так далее. Причем это умный фильтр с поддержкой так называемых фасет. Мы называем это фасеты. То есть, когда вы создаете какой-то новый товар с какими-то свойствами, то сразу автоматически генерируется отдельная база данных с информацией именно об этих свойствах. Сделано для того, чтобы на больших каталогах, там, когда десятки тысяч товаров, вот этот фильтр работал быстро. И он, на самом деле, работает достаточно быстро. Очень облегчает клиенту поиск какого-то товара под его запросы. Блок лидера продаж. Выводим сюда то, что у нас лучше всего продается. Блок персональных рекомендаций. Тоже посмотрим сегодня с вами отдельно это. Ну и давайте, наверное, в какую-нибудь карточку товара перейдем. Посмотрим, что мы здесь показываем. В карточке какое-то краткое описание, подробное описание, фотографии. Причем тоже можно в настройках выбрать, чтобы по-разному отображалось. Например, чтобы на весь экран открывалось, или чтобы как лупа была. Опять же, выбрал размера или цвета. Это называется торговое предложение, или СКУ. Такое вот сокращение принято в интернет-торговле. То есть, когда у вас один товар, но имеет, например, разные цвета или разные размеры. То есть, по сути, это несколько товаров, но они в какой-то вот такой отдельный товар объединены. Наличие на складах, если хотим, можем показать, что покупают с этим товаром. Причем вот этот блок, что покупают с этим товаром, это те товары, которые вы вручную можете проставлять. То есть, вместе с штанами в свойствах этого товара указывает, что рекомендуем с этим товаром приобретать то-то и то-то. А есть еще блок такой персональных рекомендаций. Ну ладно, давайте про это позже. Так, давайте какую-нибудь сейчас выяснюю покупку сделаем. Мы попали в корзину. Здесь мы можем изменить количество или тот же самый цвет-размер. То есть, корзина, по сути, это то место, где последнее решение принимается по покупке. И поэтому мы должны дать клиенту возможность что-то поменять с товаром, уже непосредственно, который находится в корзине. Либо этот товар можно отложить, он появится у нас здесь, такой, как отложенный. И впоследствии клиент сможет вернуться к покупке этого товара. Если мы даем какой-то купон скидки клиенту, например, рассылаем ему по почте, то он может здесь этот купончик ввести. Ну вот сейчас у нас купона нет, сейчас оформим заказ. Пускай это будет физическое лицо. Заполняем какие-то... Покупатель у нас заполняет информацию о себе. Куда повезем, например. Давайте Калининград покажем. Вон Калининградская область. Калининград. Все, есть. Адрес доставки, ну пускай будет улица красная. 52. 52.1. Так, какая служба доставки? Ну, если у нас доставка курьером, стоимость мы фиксируем сразу. Если самовывоз, то можно вообще... Ну, естественно, логично будет, да, что бесплатно. Так, не указал я, наверное, при установке магазина, что у меня есть Почта России. Но система умеет автоматически рассчитывать стоимость доставки в зависимости от веса товара, если он указан. И беря какие-то данные либо с таблицей, которую вы заводите у себя и пишете товар, какого веса, сколько стоит доставка. Либо можно эти данные получать с Почты России. Там таблицы уже сгенерированы и они периодически обновляются. Для того, чтобы стоимость доставки автоматически рассчитывалась. Выбираем платежную систему. Яндекс с деньгами. Карточкой будем платить через терминал. Я выберу Сбербан для того, чтобы показать, как у нас будет выглядеть счет клиенту, если он юридически... Юридическое лицо, например. Готово. Так, щелк у меня... Вообще должно было открыться автоматически, но у меня, видимо, стоит какая-то баннерная резалка, по-моему, здесь. А блок, наверное, его взял и заблокировал. Ну, если что, я нажал на ссылочку, здесь оплатить заказ, у меня открылась квитанция. Я могу распечатать ее, отнести, оплачивать. Все заказы, которые я сделал, они доступны у клиента в личном кабинете, который при оформлении заказа автоматически будет сгенерирован. И можно с состоянием заказа всегда ознакомиться, посмотреть, когда я что покупал, какой статус у этого заказа. Ну, если что, если нужен счет, опять же, в подробностях заказа можно этот счет будет посмотреть. Этот заказ мне, наверное, оплачен уже. Нет, не оплачен. А, наличные курьеры, поэтому счет нельзя показать. Ну, вот, например, Сбербанк. Ну, вот, повторите оплату, у меня как раз этот счет откроется. Вот, вкратце, так выглядит у нас наш универсальный шаблон. Берите, пользуйтесь. Либо примерно так же наверняка будет выглядеть какой-то другой шаблон. Ну, то есть принцип работы интернет-магазина, вот он более-менее уже стандартизирован и представлен на нашем решении. Когда я авторизовался на сайте как администратор, у меня появляется вот такое окошечко серое сверху, которое позволяет управлять моим сайтом. То есть создавать какие-то страницы, разделы или вот такой интересный режим, режим правки. Я его включу сейчас, и прямо с публичной части сайта можно производить какое-то редактирование. Изменить там название, изменить, например, номер телефона. Да, вот я так нажму, изменить область. Было 212-8506, станет 07, например. Да, изменилось. Либо, например, изменить товар какой-то. Так же открою, и у меня откроется такая карточка товара. Я могу название изменить, там, значение свойств заголовки окна браузера, артикул. Ну, в принципе, все, что угодно. Фотографии какие-то поменять, добавить. С этим товаром рекомендуем, да, выбрать, что именно рекомендуем покупать с ремнем. Какую-то SEO-информацию заносить сюда. Причем она может автоматически генерироваться, как сейчас. Да, это шаблон MetaTitle, например, берет какие-то переменные и подставляет сюда. Списк этих переменных вот тут будет доступно. Цены, в каких складах. Ну, то есть это все автоматически генерируется. Я не буду про это подобно рассказывать. В августе будут вот те вебинары, про которые я и говорил. Там будет это именно подробно рассказываться. Как раз про SEO одна из тем точно будет. Вот. Ну, на самом деле, сценарий, когда товар заводится вот так вручную, достаточно редкий. Это скорее для каких-то небольших интернет-магазинов. А большие уже магазины, они обычно используют интеграцию с 1С. Давайте, наверное, сейчас открою слайд, покажу. Расскажу в двух словах про это. Вообще про складской учет. В системе есть возможность введения складского учета. То есть вы заводите поставщиков, заводите склады, приходуете товар. Причем приходовать можно с помощью штрих-кодов и сканера штрих-кодов. И далее проводите какие-то документы. И приход, возврат товаров, резервирование товаров, списание бракованного товара и так далее. Все это нужно для того, чтобы всегда можно было посмотреть оперативные отчеты по вашему складу. Если указываете себестоимость, то посмотреть, какие товары у вас приносят прибыль, какие приносят убыток и так далее. Но если заказов больше становится, то требуется все-таки уже серьезная учетная система. В нашей стране серьезная учетная система это 1С. У нас с 1С реализована реал-тайм интеграция. Наверное, это не сильно актуально для каких-то товаров для детей, ну или вообще какие-то там одежды, или, не знаю, там запчасти для машин. Но очень, например, важно для доставки еды, например. То есть важно, чтобы заказ мгновенно отображался у менеджера, чтобы он сразу мог связаться, уточнить этот заказ и отправить. Например, если мы говорим о доставке пиццы. Ну, так, это лирика. Что умеет наша интеграция? Во-первых, это обмен данными по товарам. То есть каталог товаров можно его завести в 1С и уже оттуда его импортировать на сайт. Либо наоборот. Данные эти туда-сюда входят, грубо говоря, синхронизируются. И вторая возможность – это прием и обработка заказов. Прием и обработка заказов. То есть вы можете заказы обрабатывать как в админке вашего сайта, то есть менеджер имеет доступ к вашему сайту. Либо ваш сайт может выступать как витрина. То есть вы получаете заказ на сайте, он автоматически у вас появляется в 1С. И менеджер уже, он даже в админку не заходит, он прямо в 1С обрабатывает этот заказ. Ставит ему статус, например, оплачен, откружен. И статус автоматически меняется уже на сайте. Отдельные вебинары есть у нас по интеграции с 1С. Если интересно, напишите в вопросах, я расскажу, где можно посмотреть. На той неделе, по-моему, как раз запись была. Какие конфигурации поддерживают реал-тайм обмен? Ну вот, да, говорили, что розницы нет. На самом деле нет. Пока есть только управление торговлей, управление небольшой фирмой, комплексное и УПП. Для крупных совсем магазинов есть еще, не помню, не помню, как называется, честно говоря, но крупная редакция, вот эта династика какая-то, которая для больших торговых компаний. Так, давайте, наверное, посмотрим сейчас вопросы, а потом, если вопросов нет, мы с вами быстренько переместимся в админку и посмотрим, как происходит управление в режиме администрирования сайта. Так, скидьте ссылку на интеграцию с 1С. Давайте сейчас немножечко вопросы свои наверх прокручу. Так. И скину ссылочку. Сергей спрашивает, в шаблоне есть верхний слайдер? Если есть, то как его включить? А, я понял, о чем речь. Сергей, раньше был слайдер, вот в текущей версии шаблона слайдера пока нет. Я понял, о чем идет речь. Насколько я знаю, наверное, будет в будущем. Наверняка, ну, я тоже, наверное, как и вы, считаю, что слайдер хороший, удобный инструмент. Честно говоря, не в курсе, почему пока его не сделали. Наверняка потом будет. И мне кажется, в том решении, которое будет Александр показывать, наверняка слайдер будет. Да, слайдер – классная штука, которая показывает товары именно, ну, по сути, как я считаю, это инструмент, который сразу показывает пользователю, чем торгует ваш интернет-магазин. Это важно, да, некоторые зачем-то в описание интернет-магазина в самом начале вешают в самом верху, это неправильно, так делать нельзя. Надо сразу показывать, чем ваш интернет-магазин торгует. То есть человек зашел и сразу понял, что он попал на сайт товаров для детей, одежды или игрушек, или шинами и дисками торгует. Все должно быть понятно сразу. Так, рассказываю, где по 1С посмотреть. Сайт 1С Bittrex, раздел «Компания», «Мероприятия». Выбирайте вкладочку «Вебинары», и здесь чуть-чуть ниже прокруйте, будут записи всех наших старых вебинаров. Так, 15 июля, 21 июля. Где-то, где-то, где-то было. Наверное, на второй страничке. Я помню, что недавно было по интеграции с 1С, мастер-класс. Вот, живой мастер-класс «Интеграция с продуктами 1С в режиме реального времени». Видеозапись доступна. Кроме того, вот такой сейчас сайт, давайте вам покажу в новой вкладочке. 1С.1s-bitrex.ru Вот так он и называется. Это сайт, который посвящен интеграции продуктов 1С и 1С-Bittrex. Ну, здесь тоже есть ссылки на вебинары, вот они. Да, ну, все вебинары. Последнего нет, который я вам показал, но скажу сегодня, что вы добавили. Ну, здесь, в принципе, вся информация по интеграции есть, которая нужна. Сами модули можно, вот тут разлили, скачать, найти, если что. Так, ну, давайте дальше. Мы немножечко отвлеклись. Так, хочу посмотреть еще. Про наш сегодняшний вебинар посмотреть. На самом деле, рассказать еще очень много осталось, а времени-то уже совсем мало у меня. Так, поэтому давайте, давайте лучше отвечаю пока на вопросы. Так, можно ли показывать стоимость доставки, если она выше, например, 500 рублей? Пожалуйста, Александр, без проблем. Если меньше, то... А, вы имеете в виду стоимость доставки, если она... Александр не очень понял вопрос. Можно ли показывать стоимость доставки, если она выше, например, 500 рублей, а если меньше, то бесплатно? Вот сходу затрудняющийся ответить, надо подумать. Думаю, что можно. Юлия спрашивает, работает ли Big Data с композитом. Давайте я расскажу про Big Data с композитом чуть попозже, а потом уже подробнее про это говорим. У нас нет 1С, можно ли в Bit rix ввести учет с помощью штрих-кодов, то есть вводить в Bitrix? Да, возможно. Подробно как-то делается, я думаю, коллеги мои в августе покажут, когда будет вот вебинар именно по заполнению товарами. Есть возможность, документация написана, если что, не буду сегодня рассказывать. Скиньте ссылки на интеграцию. Так, скину. По интеграции с 1С еще есть вопрос от Александра. Александра, но тоже сейчас пока не отвечу, не в рамках сегодняшнего вебинара. В любом случае, все вопросы сохраню и, если что, на почту напишу вам сегодня. Давайте перейдем сейчас опять на наш сайт, на наш интернет-магазин и перейдем в раздел администрирования. Вот так он выглядит. Так, пытаюсь зайти на свой рабочий стол. Грубо говоря, раздел администрирования состоит из трех частей. Это главное меню. Под меню видите такие рабочие области. Не буду сейчас подробно останавливаться и рассказывать, что такое рабочий стол. Ну, здесь, скажем так, место, в котором можно выводить всю самую важную статистику по вашему сайту на одну панельку. Потом здесь есть избранное, куда тоже удобно загидывать всякие разделы. Например, заказы взять и хлоп добавить в избранное. Теперь все это будет у меня под рукой. В избранном появились заказы или, например, какой-то другой раздел. Далее раздел контент, ну, где, собственно, происходит управление нашим каталогом, товарами, каким-то контентом. Новости здесь добавляем, пишем и так далее. Раздел маркетинг. Вот мы сегодня на нем, я постараюсь поподробнее по нему пробежаться. Раздел магазин, то, что касается интернет-магазина. Здесь, в первую очередь, что нам важно, это работа с заказами. То есть, вот они все наши заказы, которые есть у нас в интернет-магазине. Во-первых, мы можем отфильтровать заказы. По каким-то нужным нам свойствам. Например, здесь уже заведены какие-то готовые фильтры. Вы можете свои фильтры настраивать и сохранять. Вот сюда плюсик нажимая. Из каких частей будет этот фильтр составлять? Тоже здесь отмечаете. Например, разрешенные к отправке. Ну, и выбираете, например, что это должны быть отплаченные, неотмененные. И разрешенные к отправке заказы. Жмете найти, и он у вас именно эти заказы покажет. Ниже таблица с этими заказами. Если необходимо, можно эти заказы выгрузить в Excel. Можно настроить отображение этой таблицы. То есть, те колонки, те свойства заказа, которые у нас возможны, их можно или показать, или скрыть. Ну, опять же, прямо отсюда можем открыть заказ, ознакомиться с ним. Вот очень удобная штука. Предложите покупателю. Например, когда менеджер звонит по телефону клиенту и говорит, что вы просматривали то-то, то-то, то-то. Не хотите ли еще? Что? У нас ремня не хватает. Вот еще может быть ремень добавить в ваш заказ. Клиент такой, ну, давайте добавим. Ну, и отлично. Вы средний чек увеличили. Возможность изменить заказ. То есть, всегда можете прямо тут, вот как я и говорил, добавить заказ. Хлоп, мы еще и ремень добавили. Ну, разные возможности работы с заказом. Не буду подробно останавливаться. Я думаю, здесь достаточно просто будет, конечно, разобраться. Ну, либо посмотрите наш обучающий вебинар. В разделе печать документов, да, в заказе, можно сразу распечатать какие-то документы, которые нужны, отдать курьеру. Он может даже автоматически сам зайти на сайт, посмотреть, какие заказы готовы к отправке, распечатать документы и уже начать отгружать, отвозить эти заказы. Ну, естественно, доступ мы ему дадим только на просмотр документов, на печать этих заказов. Изменять он у нас, например, ничего не сможет. Ну, он все-таки курьер, а не менеджер. Далее раздел персонализация. Ну, это вот как раз именно та самая бигдата. Давайте, не знаю, попробую запустить ролик. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С тысячи посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей, но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bittrex Big Data, который является частью платформы 1S Bittrex. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями, при этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bittrex Big Data. Один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Позволяет связать онлайн и офлайн продажи из 1С. Является составной частью платформы 1С Bittrex. Bittrex Big Data. Конвертируйте в продажи лучше конкурентов. То есть, ролик посмотрели, здесь вкратце все рассказали. То есть, это облачный сервис, который анализирует продажи во всех интернет-магазинах, которые работают на Bittrex. Всю эту информацию собирает, все конфиденциально. То есть, данных никаких у покупателей мы не получаем. То есть, у нас есть покупатель номер 1, грубо говоря. Вот он покупал те-то, те-то, те-то товары. Я просматривал те-то, те-то, те-то товары. И сервис анализирует схожесть покупателей друг с другом. Анализирует покупателей, которые находятся на вашем сайте. И выдает ему персональную рекомендацию. То есть, если он просматривает, грубо говоря, какую-то, пускай, деревянную игрушку. Не знаю, с деревянной игрушкой что покупают. Что с ней могут покупать? Ну, не стамеск уже. Наверное, деревянная игрушка не очень хороший пример. Ну, одежда детская. Если покупают маленькому ребенку какие-то ползунки. Ну, с ползунками, не знаю, шапочку какую-то. Или эти самые такие, перчатки какие-то, чтобы не царапались дети. Он сразу предлагает, что вот, обратите внимание, вместе с этим товаром персонально для вас вот такой вот рекомендации. То есть, делает это автоматически. Прописывать это в товарах не надо, что вместе с ползунками покупают эти вот цапцарапки. Включается достаточно просто, одну галку поставить и уже будет работать на вашем сайте. Естественно, для того, чтобы какие-то более-менее данные корректные показывать, ему надо какое-то время на вашем сайте просто повисеть, собирать информацию о ваших товарах, о ваших клиентах и так далее. Ну, наверное, Big Data – это отдельная тема для вебинара. Я сегодня не буду особо ее касаться. Сервисы. Раздел сервиса. Возможность заводить разные опросы, веб-формы, техподдержка. Если на вашем сайте вряд ли это будет, какая техподдержка может быть, товар для детей. Это, наверное, не понадобится. Раздел аналитики, то есть статистика по посещению вашего сайта, кто, когда, откуда, какие события, поисковиков и так далее. Раздел marketplace, уже рассказывал, да, это каталог решений как готовых сайтов, так и какие-то расширения для сайтов. Ну и настройки интернет-магазина. Про что хотелось бы отдельно поговорить? Новинки, которые у нас появились. Во-первых, это пульс конверсии. Ну, давайте слайд, наверное, покажу. 68, по-моему, у меня был. Да, вообще, что такое конверсия, если не знает. Допустим, на ваш сайт зашли тысячи посетителей и сделали 10 заказов. Что это значит? Это значит, что конверсия вашего сайта составляет 1%. А если сделали 30 заказов, то уже конверсия составляет 3%. Это большее, это значит, что ваш сайт работает эффективнее. Вот такой инструмент у нас появился, как пульс конверсии, который показывает динамику конверсии сайта в реальном режиме времени. То есть анализирует заказы, которые были сделаны, которые были оплачены, и показывает прямо по каналам привлечения трафика для разных устройств, где у вас конверсия лучше за заданный период времени. Следующий инструмент, который появился, АБ-тестирование. Очень эффективная штука, которую очень сложно запустить самостоятельно. Раньше было. То есть надо было обязательно привлекать каких-то внешних специалистов, программистов, чтобы это все сделали, сделали на вашем сайте. В битриксе, теперь в ведаксе 15.5 это можно запустить, грубо говоря, двумя щелчками мыши. В чем суть? Допустим, вы немножечко меняете дизайн вашего сайта и надеетесь, что карточку товара немножко переделали и хотите проверить, какая карточка товара лучше продает, повышает, у какой карточки товара конверсия лучше. Вы выделяете, например, 10 посетителей сайта, 10% трафика, 10% посетителей вашего сайта, то есть 10% трафика на эксперимент. Половине из этих 10% будет показываться новый дизайн, а половине из этих 10% будет показываться старый дизайн. И по каждому из вариантов будут заверяться какие-то ключевые показатели. В первую очередь, конечно, конверсия, то есть оплаченные заказы. Вот и все. И потом смотрите, какой у вас вариант дизайна имеет лучшую конверсию и, соответственно, начинаете использовать его. В продукт это уже встроено и каких-то дополнительных технических настроек не требует. То есть указываете, какую страничку показывать группе А, какую страничку показывать группе Б, какой процент трафика вы на этот эксперимент будете направлять. И готовые сценарии, которые есть, новый дизайн, главная страница, детальная карточка товара, страница корзины и так далее. Все это вот здесь есть. Можно там открыть, изменить, настроить. Выбираете, какой шаблон будет той или иной части аудитории показывается и запускаете, а потом смотрите результат. Очень удобно. Далее. Бизнес-модель интернет-магазина. Позволяет посмотреть показатели рентабельности. Причем рассчитывает это все автоматически. Рекламный бюджет. У меня никакой рекламы на интернет-магазине не было. Поэтому ниоткуда этим данным взяться. Но у меня был валовый доход. То есть у меня было заказов там продано на 14 154 рубля. Если бы я какую-то рекламу ввел, есть возможность интеграции с Яндекс.Директом, например, контекстной рекламой. И эти данные у меня здесь были бы показаны в рекламном бюджете. И модель рентабельности. Причем можно спрогнозировать. Можно вручную прописать, какой рекламный бюджет, какая цена за переход, какой средний чек. И спрогнозировать, соответственно, какая будет конверсия, какая будет окупаемость и так далее. Тоже достаточно удобный калькулятор. Можно им брать и пользоваться. Далее. Автоконтекст. Как я и говорил, Яндекс.Директ есть. И возможность подключения объявлений. Причем, сейчас покажу в презентации, у меня был слайд здесь. Автоматически можно проставить, чтобы списывались какие-то суммы. Да? Я не могу этот слайд найти. Вот оно. Есть поддержка, то есть работа с Яндекс.Директом. Данные свои можно прямо ввести. И в дальнейшем для работы не потребуется переход на Яндекс.Директ на отдельном сайте. Все управление, контекстная реклама можно прямо с вашей админки ввести. Вот автобюджет контекста, то, что появилось у нас в редакции 15.5. Автоматически включает или выключает контекстную рекламу, в зависимости от остатков какого-то конкретного товара. В зависимости от рентабельности выключает контекстное объявление и может включать или выключать рекламу в зависимости от стоимости клика. Сами можете выставлять верхний порог цены. Про что еще хотелось бы рассказать? Это то, что появилось. Во-первых, e-mail маркетинг, то есть возможность создавать разные шаблоны рассылок, делать эти рассылки, выбирать из разных адресатов. Причем шаблоны этих рассылок разные есть, штатные какие-то. То же самое при создании какого-то шаблона. Можете туда закидывать компонент, например, самые продаваемые товары или персональные рекомендации, которые будут у клиента в почтовом ящике уже отображать те товары, которые выгодно нам отображать для повышения конверсии. И еще интересная штука, которая появилась, это триггерные рассылки. Давайте нажму сейчас добавить через мастер. Что такое триггерные рассылки? По сути, это рассылка, которая автоматически создается и реагирует на какие-то действия либо на бездействие клиента. Какие у нас есть готовые шаблоны? Вот есть шаблоны для корзины, для заказов. Давайте в презентажку сюда перейдем. Триггерные рассылки. Вот они. По умолчанию идут 7 триггерных рассылок. Во-первых, брошенная корзина. Задача мотивировать клиента оплатить заказ. То есть клиент, если он набрал каких-то товаров, все в корзину, и не оформил заказ, то через какой-то промежуток времени мы можем настроить, чтобы ему уходило письмо с тем, что так и так, у вас корзина, не оплатили заказ, может у вас какие-то там дополнительные вопросы возникли, давайте мы с вами свяжемся и так далее. То же самое по отмененному заказу или, например, повторные заказы, которые через 5 дней после продажи вы предлагаете купить какой-то доп. товар или что-то еще. Ну и вот другие варианты, да, там напоминание о том, что давно не заходили на наш магазин, что-то еще. Так, давайте, наверное, гляну вопросы, какие-то остались, и уже буду закругляться, потому что времени у меня уже совсем почти не осталось. Сергей Смирнов спрашивает, встречались ли в вашей практике случаи, когда клиенты готовы работать на типовом шаблоне без доработок логих компонентов, а также без серьезных изменений дизайна. Знаете, Сергей, в зависимости от магазина, для каких-то самых простеньких, да, встречалось, да, видел. Для каких-то более-менее серьезных проектов, у всех свои запросы, у всех свои бизнес-модели, бизнес-процессы, поэтому, естественно, все настраивают под себя, кто-то что-то переделывает. Ну, по-разному бывает. Ну, ответ на ваш вопрос, да, да, встречался. Так, давайте глянем дальше. Дальше смотрю вопросы. Так, про... Вот это. Можно ли допуск с мобильного устройства своим курьером, чтобы они вносили номер накладной от транспортной компании, так, чтобы клиент в своем личном кабинете видел и мог отслеживать информацию о доставке? Александр, ну, вот сходу, наверное, нет, но примерно как реализовать это надо подумать. В принципе, возможно, но не сильно типовой сценарий. Можно подумать, как это сделать. Так, это я рассказал Сергею. В редакции «Малый бизнес» можно добавлять к Google Аналитике и Яндекс.Метрики. Сергей, не отвечу на этот вопрос сейчас. Отвечу по почте сегодня, ну, или спишемся. Не знаю, честно говоря, по поводу кода Google Аналитики, но в редакции «Малый бизнес» и «Бизнес» там нет разницы по Google Аналитике и Яндекс.Метрики. Документация по интеграции с 1С. Ну, вот на том сайте, который я рассказывал, 1С.1.1.3.bitrix.ru, там есть, либо в наших онлайн-курсах документация вся есть. Сергей, вот по AdWords и по Google, по AdWords и по Яндекс.Директу не отвечу вам, ну, сейчас во время вебинара. Можно ли в этой версии сделать бесплатную доставку на выбранные способы доставки в зависимости от региона? То есть, например, бесплатно для Москвы, для регионов платно при сумме заказа более 3000 рублей. Александр, но через скидки, в принципе, через правила работы в корзине скорее это можно сделать. Надо попробовать. Очень гибкий инструмент есть. Давайте, раз уж вопрос возник, давайте залезем сюда и посмотрим. Магазин. Да, вот здесь вот. Скидки. Правила работы с корзиной. Либо скидки на товар. Давайте попробуем сейчас какое-то добавить правило. Ну, заодно посмотрим, как это остается. Правила работы с корзиной. Да, это такой вариант скидок, который применяется, когда определенные товары уже лежат в корзине. Так, действия. Например, изменить стоимость доставки. При имени стоимости доставки скидку 100%. То есть мы сделаем 100% скидку при условиях. Давайте посмотрим по условиям. Параметры заказа. Например, какая-то у нас будет определенная служба доставки. Например, доставка курьером. Добавить условия. Так, не будет здесь такого. Город мы здесь не выберем. Не выберем здесь город. Скорее всего, сходу нет. Но здесь надо либо в Marketplace посмотреть решение, либо дорабатывать. Можно ли выиграть каталог товара с сайта в 1С? Конечно, можно. Как это сделать? Прямо в данный момент не покажу. Но да, можно, естественно. Более того, даже нужно. Александр пишет. Моей версии не получилось. Но если мы говорим о правилах работы с корзиной, скорее всего, то, что я показывал. Да, сходу не знаю. Давайте потихонечку уже буду, наверное, закругляться, передавать слово. Я сейчас немножко про цену, про редакцию расскажу. То, что мы сегодня с вами смотрели, это все для редакции. Все это доступно в редакции «Бизнес». Там есть небольшие ограничения между редакцией «Бизнес» и «Малый бизнес». То есть интернет-магазин, вот модуль интернет-магазина, он доступен в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». В «Малом бизнесе» немножко ограничен функционал по сравнению с «Бизнесом». Здесь написано, на сайте у нас там основные ограничения написаны. Всегда, если что, с «Малого бизнеса» можно на «Большой бизнес» перейти. Стоимость лицензии включает год бесплатных обновлений. По истечению этого года мы рекомендуем продляться, для того, чтобы вы могли получать все те новинки, которые мы выпускаем. Например, мы сегодня с вами прошлись по маркетингу. То, что касается калькулятора конверсии, монитора конверсии, e-mail маркетинга, триггерным рассылкам, big data. Вот это все постепенно появлялось от версии к версии. И для того, чтобы тот новый функционал, который мы будем добавлять, появлялся и на вашем сайте, надо, чтобы лицензия была активной. То есть через год ее надо продлять. Стоимость продления 22% от стоимости лицензии, если вы продляетесь в течение месяца с момента окончания вашего ключа. Если больше, чем через месяц, то уже стоимость 60% от стоимости лицензии. Если же вы не продлитесь, сайт у вас работать не перестанет, будет работать точно так же, как работал раньше. Ну, единственное, что там не будет у вас доступа к платным решениям Marketplace, не будет, естественно, вот не сможете устанавливать те новые фишки, которые мы будем делать, дорабатывать. И там некоторыми облачными сервисами не сможете пользоваться нашими, таких как CDN, сканер безопасности. Но я сегодня про них, к сожалению, не рассказал, просто не успел. Как и говорил, созданием сайта занимаются наши партнеры. Так что можете смело, список у нас на сайте есть, можете обращаться. Техподдержка у нас через обращение на сайте осуществляется для всех клиентов, и как для тех, у кого активная лицензия, так и для тех, у кого неактивная. Даже если вы еще не являетесь нашим клиентом, а просто хотите что-то спросить или работаете с демо-версией, у вас возникли вопросы, можно смело писать обращение, там ребята обязательно подскажут. Демо-версия на сайте в разделе «Скачать на 30 дней» доступна. Есть виртуальная лаборатория. Мы пытались с вами запустить, что-то там пошло не так. Не знаю, надо после вебинара не забыть напомнить ребятам, чтобы посмотрели. Подытожим. Платформа 1С Битрикс. Большое количество интернет-магазинов, которые сделаны на нашей платформе, это позволяет нам нашу систему всегда держать актуальны и какие-то самые последние тренды и тенденции из электронной коммерции воплощать в нашем решении. Более 2,5 тысяч готовых функциональных возможностей. Мы с вами сегодня посмотрели лишь малую часть того, что может и умеет интернет-магазин, но, наверное, такие самые основные вещи какие-то мы видели. Система управления сайтом достаточно удобная, тоже мало этого коснулись сегодня. Быстро запускается, есть интеграция с 1С, есть бесплатная CRM, совсем про это не рассказал, но есть возможность подключения вашего интернет-магазина к нашей CRM. Bittrex24.ru называется сайт, на котором вы можете завести свой Bittrex24 портал. Портал будет находиться в облаке, и заказы, которые будут делать клиенты на вашем сайте, будут автоматически попадать в CRM-ку на этом портале, и потом можно их достаточно, во-первых, по отчетам смотреть, как у вас там менеджеры работали, например, кто сколько заказов обработал. Но самое главное, что у вас база всех ваших клиентов будет всегда под рукой. Вы можете делать какие-то групповые выборки по тем или иным критериям, прозванивать клиентов, ну и всегда тот или иной клиент, который к вам обратится, вы будете знать всю историю по этому клиенту. Это очень удобно, приятно, согласитесь, когда даже вы, когда выступаете в роли клиентов, когда вам звонят из какого-то интернет-магазина, или вы звоните туда, а к вам обращаются по имени-отчеству, и говорят, да-да-да, мы помним, помним, вы у нас заказывали ползунки с памперсами. Ну, здорово, лояльность клиентов это повышает. Не рассказал сегодня совсем про производительность и безопасность, но мы уделяем этому максимальное внимание и сайты, которые работают на битриксе. Если все грамотно настроено и какие-то доработки сделаны квалифицированными специалистами, они работают быстро и взломать их практически невозможно. У нас много инструментов для того, чтобы они были максимально безопасны. Спасибо за вопросы. Если остались какие-то вопросы, которые вы не задали здесь в разделе questions, то можете написать их мне на почту никита1sbitrix.ru либо продублировать какой-то вопрос. Тем не менее, я прямо сейчас сохраню все вопросы ваши. Так, все это есть. И давайте следующим образом поступим. Я сейчас передам слово коллеге своему Александру. Александру можно уже готовиться. А сам буду отвечать на ваши вопросы, писать там же в чатике, где вы их задавали. Какие-то из этих вопросов постараюсь озвучить после уже выступления Александра. Александр, передаю свое слово. Всем спасибо, кто был сегодня на моей, на первой части. Никита, спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Беликой. Алло. Да, да, да. Я хотел сказать, что я слышу тебя хорошо. Всех наших слушателей попрошу тоже плюсиками написать, насколько слышен Александр. Отлично, спасибо. Так, мы можем начинать. Начнем мы сначала с рынка детских товаров в интернете. То есть, что это такое, на каком этапе развития они находятся и что сейчас происходит. Пару слов о нашей студии. Наша студия называется Крайт. Мы входим в топ-30 разработчиков Bittrex. Ну, поехали. То есть, детские товары – это предмет первой необходимости в том или ином плане. И в любом случае при рождении ребенка людям придется эти товары где-то искать. Статистика говорит о том, что 59% всех покупателей – это покупатели из регионов. Также статистика говорит, что большинство товаров находится в крупных федеральных интернет-магазинах, интернет-магазинах, и как бы ниша в регионах пуста. Можно смело туда заходить и продавать там. Прогноз на текущий год, также аналитики говорят, что будет составлять около 30% рынка. Поэтому можно смело начинать, если есть желание, торговать детскими товарами, то вперед. Начнем пару слов о дизайне. То есть, что следует учитывать при разработке интернет-магазина детских товаров. В первую очередь, это дизайн для родителей, а не детей. Потому что практика показывает, что есть заказчики, которые дизайн своего интернет-магазина перенасыщают какой-то графической бесполезной информацией, на вроде упомянутых уже выше ромашек, бабочек, цветочков и так далее. И важно помнить, что интернет-магазин – это в первую очередь интернет-магазин. Если вы только стучитесь в двери интернет-бизнеса, важно задать ряд вопросов. То есть, сначала определяемся с этапом развития бизнеса. Был ли уже опыт торговли в интернет-продажах? На какую территорию мы собираемся продавать наши товары? И из этого всего складывается бюджет. Напомню также важный момент, что большинство заказчиков, когда приходят за разработкой сайта, они думают, что все задачи решаются конечным продуктом, то есть сайтом. Но важно помнить, что интернет-магазин – это всего лишь инструмент продаж. И чтобы люди начали посещать ваш магазин и к тому же покупать, нужно вкладывать большие деньги в маркетинг. Соответственно, из этих всех составляющих складывается… Можно решить, будем ли мы покупать коробочное решение, готовое в маркетплейсе, либо будем заказывать интернет-магазин с нуля и под ключ. Это очень важно. Давайте разберем целевую аудиторию, кому мы собираемся продавать. Как правило, посетители интернет-магазина детских товаров являются родители, их родственники, друзья, знакомые, все, которые могут что-то подарить новорожденному. Это преимущественно женщины. И, как правило, многие сталкиваются с детскими товарами впервые, потому что в жизни каждого человека рождение ребенка – это как бы не каждодневное мероприятие. Об этом тоже стоит помнить. Интернет-магазин товаров для детей – это в первую очередь интернет-магазин. Как я сказал выше, важно понимать, что это инструмент, который решает вполне конкретные задачи. Эта задача – продавать и допродавать, чтобы люди после первой покупки к вам вернулись. Не стоит делать большого акцента на каких-то графических элементах. Давайте разберемся, о чем не следует забывать про разработки магазина. Это должна быть понятная навигация, чтобы люди, открыв главную страницу или страницу карточки товара впервые, быстро нашли, что от них ожидается на этой странице, куда они пойдут. Должны быть обязательно читабельные шрифты. То есть никаких сложных шрифтов с засечками, с вензелями, с какими-то доработками быть не должно. То есть текст должен легко читаться. Стилеобразующие элементы. Если было принято решение покупать коробочную версию сайта, то есть уже готовое решение, то здесь либо его дорабатывать, либо принимать его дизайн таким, какой он есть, каким его представили разработчики. Если же интернет-магазин делается с нуля под ключ, то здесь было бы полезно использовать фирменный стиль вашего магазина. То есть если есть брендбук, это вообще очень хорошо. Если его нет, то нужно прорабатывать какие-то брендовые составляющие. Это могут быть специальные формы, которые будут отличать вас от конкурентов, какие-то специальные паттерны, заливки, шрифты и все остальное. Если брендбука нет, то эти моменты важно проговаривать с дизайнером, который будет делать вам сайт. И важно забывать, что интернет-магазин – это одна из составляющих маркетинговых. То есть если вы собираетесь держать какие-то, может быть, оффлайновые магазины, то важно, чтобы все это было в едином стиле. Залог успеха интернет-магазина – это качественный контент. Должны быть хорошо построенные тексты, качественные фотографии, большие. Если мы говорим о таких товарах, как игрушки, то хорошо бы обзавестись 3D-имитацией фотографий, потому что, как мы уже выше описали, целевая аудитория у нас – это женщины, которые, как правило, сидят с детьми, у них нет возможности выйти в оффлайновый магазин, потрогать эту игрушку руками, покрутить ее и так далее. То есть важно показать товар со всех сторон. Если он понравится, то высокая вероятность покупки. Также можно добавить видеообзоры, на которых люди говорят, то есть тоже крутят в руках эту вещь и говорят ее в сильные и слабые стороны и так далее. То есть опять же очень сильно повышает конверсию. В карточке товара должна быть доступна информация о способах оплаты и получения покупок, ну и способов доставки, соответственно. Многие об этом забывают. Возможность покупки без регистрации сейчас является априори при разработке сайта, но есть люди, которые до сих пор привыкли думать, что важно получить при первой покупке о покупателе, о пользователе всю информацию. Чем больше анкета, чем больше полей, тем лучше. Но это не так. У пользователя не должно возникать дополнительных барьеров при оформлении заказа. Важно разработать, предусмотреть систему лояльности. То есть какие будут бонусы для зарегистрированных пользователей, будет ли ваш сайт кроссплатформенным или адаптивным и так далее. Что отличает интернет-магазин детских товаров от любого другого интернет-магазина? Ну это, конечно же, дизайн. То есть если мы берем шаблонное решение магазина электроинструментов, то детские товары в нем будут смотреться очень странно. Опять же повторюсь, что дизайн должен быть ярким, но выдержанным, неперенасыщенным. То есть мы должны помнить, что главные акценты должны оставаться, как и в любом другом магазине. Кнопка «положить в корзину» должна быть яркая, ярче, чем все остальные элементы. Должна быть на видном месте. То же самое касается всех остальных элементов. Это каталог, сама корзина и так далее. Что может быть необычного в интернет-магазине? Это система подбора товаров по заданным параметрам. То есть мы в принципе можем обойтись без привычного каталога, который разбит по категориям. Мы можем сразу на старте выдать какой-то фильтр, где человек указывает пол ребенка, возраст ребенка, назначение игрушки, интересы, которыми ребенок обладает и так далее. И благодаря этому фильтру будет совершена выдача товаров. Также эти два элемента, каталог и фильтр, можно совмещать на одном сайте. То есть пользователи будут сами выбирать, каким способом удобнее пользоваться. Также можно разработать систему рекомендаций товаров для ребенка. То есть это касается зарегистрированных пользователей. Мы можем, так сказать, создать ребенка в личном кабинете и указать все его основные характеристики. Потому что все дети при рождении, от рождения до отрочества проходят примерно, ну не примерно, а одинаковый этап развития. Если мы укажем дату рождения ребенка, укажем его интересы, пол и так далее, то можно настроить систему таким образом, что она сама будет рекомендовать какие-то конкретные товары для него, делать рассылку на почту, либо через социальные сети, неважно. То есть можно построить таким образом процесс. Также важно помнить, что есть такой инструмент, как отзывы о товарах, либо обсуждение что-то на вроде форума. То есть если сделать в рамках карточки товара пользователям обмениваться своими мнениями о товаре, то это будет тоже очень хорошо, потому что, как правило, молодые родители часто посещают какие-то специализированные форумы. Можно привнести эту составляющую в рамках магазина, и тогда, если товар качественный, и он покупается, то лояльность к покупке благодаря этому инструменту возрастет в разы. На что стоит обращать внимание при проектировании магазина детских товаров? Я уже говорил про структуру каталога, тут важно понимать, чем мы торгуем. Если мы выбрали узкую нишу, например, деревянные игрушки, то структуру каталога можно сделать, например, горизонтальной, версткой. Если же у нас номенклатурный магазин, то лучше его делать вертикальный и, возможно, разбивать на подкатегории. Также при планировании бизнеса нужно смотреть немножко вперед, то есть мы будем торговать теми же товарами, которыми сейчас через год, через пять лет. В зависимости от этого устраивать структуру каталога, чтобы она при необходимости была наиболее гибкой. Визуализация каталога. Многие люди оказываются в интернет-магазине детских товаров впервые. И бывают случаи, когда они знают, как выглядит вещь, но не знают, как она называется. Поэтому важно какие-то разделы, либо подразделы снабжать изображением этого товара, чтобы людям было проще понимать, куда они именно придут, чтобы они видели, что они ищут. Про понятную навигацию мы сказали, чтобы человек не заблудился на сайте. Должен быть понятный каталог, и элементы должны быть все на своем месте, на привычном. Также можно выводить основные характеристики в карточке товара. Например, это пол, возраст ребенка, и, например, какие-то материалы, из которых состоит данное изделие. То есть, соответственно, полный список характеристик можно посмотреть в отдельной вкладке характеристики, но основные моменты можно выводить рядом с фотографиями, например, для быстрой идентификации. Рекомендации в карточке товара также необходимы. Это касается комплементарных товаров и товаров заменителей, потому что, как правило, родители не являются экспертами в данной области и в области детских товаров. Если они оказались в карточке товара, и он им не понравился, то у них должна быть возможность в один клик перейти на более подходящий товар. Отзывы покупателей о товарах также повышают лояльность к магазину. То есть, люди видят, что здесь кто-то покупает, и то, что можно этому магазину доверять. В зависимости от структуры бизнеса, если есть человек, который может либо в рабочее время, либо круглосуточно консультировать людей голосом, либо в чате это делать, есть там специальные виджеты на сайт ставятся, которые при возникновении вопросов у пользователя, они могут их задать и получить быстрый ответ. Это также очень повышает лояльность. Так, по моей части у меня все. Дальше доклад продолжит мой коллега. Его зовут тоже Александр. Сейчас я посмотрю вопросы. Одну секунду. Самая большая проблема, пишет Евгений, это доставка и логистика, плюс складские запасы топового товара. Ну, здесь важно договариваться с поставщиками, как мне кажется, вот, и возможно резервировать товар у них на складе, если есть такая возможность. Если нет, то, конечно, нужны там самостоятельные собственные склады. Ну, я думаю, нужно вести диалог, даже, может быть, с конкурентами, у которых там этот товар не идет, а у вас идет хорошо. То есть тут важно быть гибким. Да, у нас есть в маркете шаблон детского магазина. Мы не стали его специально презентовать, потому что marketplace полон хорошими решениями. Вы можете выбрать то, что вам нужно. Да, ссылку мы вам скинем в личку. Все контакты нашей студии вы можете найти на битриксе также. Мы можем с вами более подробно пообщаться. Так, ну все. Благодарю за внимание. Сейчас лекцию продолжит мой коллега Александр. Добрый день. Меня зовут Александр. Я руководитель веб-студии Край. Сейчас мы с вами поговорим о рекламе, потому что большинство владельцев интернет-магазинов либо тех, кто начинает свой бизнес в интернете, забывает о самом важном, что на самом деле сайт, магазин – это всего лишь мелкая часть от будущего источника, будущего места получения вашей прибыли. В первую очередь нужно помнить о продвижении, выбирать способы продвижения и правильно рекламировать свой сайт. Поступил вопрос к нам по поводу того, что самая главная цена и самая главная позиция в топе, и не меньше третий. Да, вы в чем-то правы. В некоторых моментах цена важна, в некоторых моментах, естественно, должна позиция, чтобы вас находили, но порой мы вспоминаем о покупке, порой мы вспоминаем о вещах, которые хотели купить, были уверены, что они у нас есть в городе, то, что мы завтра поедем и за пять минут все купим. Но случается такое, что ничего нет. Особенная проблема – это в регионах. И нам приходится идти в федеральные магазины, искать магазины в интернете, у кого есть товары в наличии. И порой нам не важна цена, нам важно, чтобы нам в течение двух-трех дней доставили товар, и нам все равно, сколько он стоит, потому что мы хотим сделать именно этот подарок. Поэтому, в принципе, утверждение верное, но бывает очень-очень много исключений. На практике они все всплывают. По поводу того, что я вам расскажу, это будут, наверное, больше советы о некоторых самых популярных новых источниках, способах рекламы. Если было бы неплохо от вас получить комментарий, если у вас еще нет интернет-магазина, то как бы вы планировали его продвигать, то есть какие инструменты продвижения вы знаете, а если у вас уже магазин давно, вы уже давно с ним дружите, его продвигаете, то какие инструменты вы используете? Если напишите, буду вам очень благодарен. Видимо, пока никто не хочет. Тогда попробуем. Большинство клиентов, которые к нам приходят, задаются вопросом при продвижении, говорят, нам нужно SEO-продвижение, нам нужна контекстная реклама. Давайте поэтому начнем именно с SEO-продвижения и узнаем его немножко более подробно. Что в первую очередь нужно о нем знать? Это то, что SEO-продвижение – это в любом случае долго. Если вы магазин только создали, если вы его только вчера запустили, то вам как минимум нужно ждать 6 месяцев, чтобы получить первые результаты, которые приведут вас к продажам. Да, бывает множество исключений, да, бывают разные ниши, но среднестатистическое время продвижения сайта составляет около 6 месяцев, а то и более. Конкуренция достаточно высокая. Второй момент, который стоит помнить и о котором стоит знать в SEO-продвижении – это то, что это достаточно дорого. Конкуренция высокая. Специалистам, на самом деле, как оказывается, не так много, как хотелось бы. Бюджеты на продвижение порой очень завышены. Продвижение – это не процесс, в котором вы 6 месяцев будете платить компании, которые занимаются продвижением, это бесконечный процесс рекламы вашего магазина. SEO-продвижение остановить практически, наверное, невозможно, но, опять же, бывают исключения, рынок постоянно меняется. И третий важный момент – в SEO, то, о чем многие забывают, и в итоге эти подводные камни всегда всплывают, это очень сложный контроль. Как клиенту со стороны заказчика, владельца магазина, вы не знаете всех тонкостей, вы не понимаете, как строится поисковая выдача. И в результате вам будут показывать хорошие позиции, вам будут говорить, вы находитесь в топ-3, в топ-5, у вас суперрезультаты, вам на сайт заходит по 3, по 5 тысяч посетителей в месяц. В результате у вас не будет продаж. А самое главное – это не сколько человек зашло на сайт, а сколько человек купило. Что же делать с SEO-продвижением на старте? Какие работы предпринять и куда двигаться? Первый из советов, который я бы вам дал – это обязательно провести начальную оптимизацию сайта. Это не обязательно обращаться в компанию, это не обязательно обучаться в этом на каких-то вебинарах и так далее. Даже в Битриксе об этом говорилось, упоминалось, есть модули, которых достаточно, чтобы настроить сайт под требования поисковых систем. Написать необходимые заголовки, описание товаров, построить правильную структуру и так далее. То есть первый момент – оптимизируйте своими силами сайт. Никакой продвиженец вам не сделает лучше и правильнее, нежели вы, потому что только вы хорошо знаете ваш рынок, вы хорошо знаете ваш товар, и вы, если у вас был опыт, знаете, как его правильно преподнести и продать. Второй момент – это использовать популярные названия товаров. Если у вашего поставщика, если у федеральных магазинов, например, «Детский мир», «Катюша» и так далее, товар называется, к примеру, «Кролик коричневый сидячий 71 см», то не надо придумывать что-то новое, не надо идти по тезису, что у нас на сайте должно быть все уникально, это же так хорошо, у нас должны быть уникальные тексты, мы должны отфотографировать наш товар, у нас должен быть уникальный заголовок. Да, может и стоит где-то фотографировать товар, может и стоит где-то делать уникальное описание, но название должно быть абсолютно известным среди интернета, оно должно быть очень популярным. И из еще одного важного момента, это продвигайте в поиске не запросы типа «мягкая игрушка», «купить детские игрушки», «купить игрушки для детей» и так далее, а продвигайте конкретные названия товара. Почему это стоит делать и какой результат вам это даст, я в конце своего доклада на одном простом примере покажу, как все это на самом деле работает. Следующий момент, который мы рассмотрим с вами, это контекстная реклама. И по тому же принципу посмотрим, что нужно о ней в первую очередь знать. Как это неудивительно, но по статистике большинство клиентов используют в качестве рекламной площадки Яндекс.Директ. Об этом мы чуть позже вернемся, и я расскажу, что это нам дает и какие преимущества. Второй момент опять дорого. Да-да, самые два популярных источника продвижения это SEO и контекст, и соответственно очень высокая здесь конкуренция, и все это обходится порой очень дорого. Да, если вы там оказывали услуги, не знаю, там наращивание ногтей и тому подобное, то контекстная реклама это идеальный источник продаж. Если вы завтра начнете продавать Apple Watch, который только у нас стартует в России, то замечательно, это тоже контекстная реклама принесет вам, я думаю, очень хорошую прибыль. Но если у вас средний чек не превышает примерно 5000 рублей, то здесь будет очень сложно заработать, потому что у вас есть себестоимость, у вас есть рекламный бюджет, множество прочих издержек. И контекстная реклама здесь опять же может оказаться дорогой. Еще один из моментов, который здесь более актуален, наверное, чем в SEO-продвижении, это конкуренция. Так как по популярным запросам с вами будут конкурировать федеральные магазины. Если вы будете забивать запрос в мягкие игрушки, вы, скорее всего, получите на выдаче Озон, если детская одежда, там будет и Vibra, и другие сервисы, и с ними будет очень сложно конкурировать. Бюджетов они не жалеют, и реклама вам будет обходиться очень и очень дорого. Что же делать с контекстной рекламой? Как бы не парадоксально звучало, но используйте Google. Яндекс забывать не стоит. Продвижение в Яндексе обязательно. Яндекс все-таки у нас очень популярная платформа, и ей пользуется большое количество населения России. Однако про Google немножко забывает, но его ниши не меньше, и очень много клиентов вы сможете потянуть оттуда. Соответственно, если там меньше рекламных объявлений, то стоимость рекламной кампании у вас будет намного ниже. Второй момент – продвигайте товары через контекстную рекламу. Опять же, как и SEO-продвижением, акцент мы делаем на товаре. И в конце презентации я снова вернусь к этому вопросу и расскажу, почему именно акценты делать на товар. Следующий момент – это Яндекс.Маркет, следующий инструмент. Яндекс.Маркет – это интенсивно развивающийся сервис с очень слабой конкуренцией на текущий момент. Да, с электроникой там все посложнее, очень много магазинов. Но в детском сегменте мы просмотрели его, поизучали по некоторым группам товаров, по конкретным товарам и поняли то, что продавать на нем нужно, и пока ниша очень и очень свободная. Что нужно знать о Яндекс.Маркете? И тут все будет немножко иначе, потому что уже здесь мы должны работать над качеством нашего магазина, над нашим бизнесом, наверное, даже в целом. То есть первый ключевой, важный момент – у вас товар должен быть в наличии. Это, в принципе, подходит под любой способ рекламы данной тезис, однако посетитель, как правило, не готов ждать товар больше недели, потолок две недели. Поэтому у вас должен быть товар в наличии, чтобы вы завтра его в течение пару дней пошли, отправили удобным для клиента способом, и он его в эти сроки получил. Второй момент – это у вас должен быть хороший сервис продаж. Яндекс.Маркет – очень требовательный сайт, очень требовательная платформа к качеству именно не магазина, а сервиса. Вам могут просто позвонить, у вас могут заказать тестовый товар, проверить, есть ли товар в наличии, актуальная ли цена выгружается и так далее. В результате могут накладывать очень серьезные санкции, поэтому будьте готовы, что над магазином постоянно придется работать, его мониторить и предоставлять всегда актуальную информацию. Также важный момент – это репутация. В маркете есть система отзывов, и тут уже не получится где-то сорвать сроки, где-то не ответить на звонок клиента и так далее. За это вы можете получить не очень положительные отзывы и рекомендации. Да, Яндекс сам порой в техподдержку удивляет и говорит, что накручивайте все отзывы, получайте хорошие оценки, 4-5 баллов, да, это все замечательно. Но когда вы заходите читать отзывы о магазине либо товаре, вы читаете только положительные отзывы? Наверняка нет. Вы, скорее всего, смотрите, что же писали плохого, какие есть недостатки. И именно по этим отзывам будет определяться, и пользователь определится, будет он покупать в вашем магазине или нет. Что делать с Яндекс.Маркетом? Тут ответ, наверное, очень простой. Нужно просто быть там. Нужно интегрироваться с ним, и когда вы создаете магазин, и если у вас уже есть магазин, то вы должны поставить задачу своей компании, которая будет разрабатывать, либо разработчикам, которые вас ведут по техподдержке, то, что я хочу интегрироваться в интернет-магазин. Да, я готов. В Битриксе есть данная возможность, и на самом деле все это делается, грубо говоря, одной кнопкой. Поэтому сложностей никаких нет, и пользуйтесь инструментом, который сейчас очень становится популярным. Опять же, чуть позже я покажу, где мы его найдем, и как мы с ним встретимся, и достаточно эффективный для продаж. И самое интересное, сервис, не сервис, а способ, который в последние годы взорвал рынок, очень много людей ринулось именно туда, особенно это начинающий бизнес, искать клиентов в социальных сетях. СММ – это реклама в социальных сетях, но немножко не о ведении группы мы будем с вами сейчас говорить, не о интересном контенте, лайке, репосте. Все это, конечно, замечательно, но это все путь к брендированию. Мы с вами поговорим о таргетированной рекламе. Это рекламное объявление, которое у нас в социальной сети появляется, допустим, в контакте, в левой колонке. Сейчас способов рекламы очень много, они появляются уже и в новостях, и в ленте, и так далее. Что нужно знать чуть позже? Таргетинг часто сравнивают с контекстной рекламой. Отличие у них достаточно простое. В контексте пользователь ищет нас, чтобы купить товар. Все просто и очевидно. В таргетинге чуть сложнее. Мы ищем пользователя, чтобы продать ему товар. Что нужно знать о СММ-продвижении? Настройка рекламной кампании в социальных сетях – это достаточно сложный, требующий наличия необходимых программ, инструментов и знания некоторых тонкостей реклама. Большинство клиентов, которые пробовали заняться самостоятельно настройкой рекламной кампании, очень быстро и безрезультатно сливали бюджет. Поэтому нам надо знать, что же делать на старте именно социальными сетями. Это настроить правильно таргетинг с кликами на сайт. Опять же повторюсь, мы не создаем группу, мы не собираем там базу людей, потому что это все ориентировано на сбор лояльной аудитории, ориентировано на брендирование, ориентировано на общение с аудиторией. Наша задача сейчас с вами – это продавать. Соответственно, аудиторию социальных сетей мы будем ввести напрямую на сайт. Второй вопрос, которым задаются всегда – а как же мы найдем ту аудиторию, которой нужен наш товар? Тут достаточно все на самом деле просто. Мы можем, к примеру, найти запросто всех будущих мам. Мы просто соберем базу людей, которые состоят в сообществах будущего мамы, ограничим их определенным городом, если у нас есть такие требования, и будем им показывать данную рекламу. Если углубиться еще дальше и построить там сложный алгоритм, мы можем найти мам, пап, бабушек, узнать возраст ребенка, найти в социальных сетях самих детей. То есть, если мы хоть раз узнаем из сообществ, что у мамы появился ребенок, он купил товар в другом интернет-магазине, то мы знаем его возраст, и мы можем по данной базе постоянно вести человека к покупкам. Что хочет человек от рекламы? Чтобы она показывала ему то, что интересно, то, что он хочет купить, и то, что ему сейчас будет надо. Если ребенок только родился, ему не нужно показывать рекламу мягких игрушек, точнее, не ему, а маме. Если он только родился, надо маме предлагать памперсы, какие-то детские развивающие игрушки и так далее. Еще один очень интересный момент – это пожелание многих владельцев сайтов, то, что нужно переманивать клиентов у конкурентов. Можно спорить долго на эту тему, правильно это, неправильно, принесет результат или нет, но в социальных сетях, наверное, единственный инструмент, в котором это возможно сделать, мы можем показывать рекламу новым потенциальным клиентам, сообществ конкурентов. Но, опять же, стоит не забывать, что эти методы могут применять и против вашего магазина. Второй момент, что нужно делать на старте, кто работал с контекстной рекламой, с этим точно уже знаком, это ретаргетинг. Когда пользователь заходит на ваш сайт, он навряд ли совершит покупку в ту же минуту. Скорее всего, он еще подумает. Жена посоветуется с мужем, дождется его, когда он придет с работы, чтобы взять его банковскую карточку. Она уйдет с этого сайта. У него будет выбор между несколькими магазинами, будет зависеть цена, сроки доставки и так далее. В социальных сетях мы этим пользователям, которые были на вашем сайте, начинаем показывать рекламу именно того товара, либо группы товаров, которые были интересны посетителю. Или мы можем просто ему предложить, сказав то, что вы не завершили свою покупку, хотите, мы вам сделаем скидку 5%, возвращайтесь к нам скорее. Когда пользователь видит данную рекламу, у него повышается лояльность. Он чувствует, что ваша компания есть не только где-то там в интернете, но еще она его везде преследует. Пользователь превращается в лояльного клиента, возвращается к вам в магазин и, по большей части, совершает покупки. Преимущество ретаргетинга – он действительно и реально дает продажу. Второе его очень большое преимущество – это то, что это очень дешевая реклама. Для примера скажу то, что вполне реально завести пользователя, довести пользователя с таргетинга до покупки за 1 литр равный 5 рублям. То есть вы заплатите 5 рублей, ваш пользователь посетит сайт и купит у вас товар за 5000 рублей. Прибыль, в принципе, я думаю, вы сами сможете посчитать. В принципе, в основных четырех источниках рекламы я вам рассказал. Опять же, это все были советы и для каждого магазина на разной стадии развития. В зависимости от разных групп товаров будут применимы те или иные способы рекламы в том или ином виде. Я всю тему ссылался на пример, который мы сейчас с вами попробуем пройти вместе и понять, почему все же так или иначе нужно продвигать товары, а не общие какие-то неконкретизированные вопросы. К примеру, мы захотим с вами найти данного зайца в интернет-магазине. Мы увидели у другого ребенка данную игрушку, нашему он очень понравился, и теперь наша задача его найти и купить. Первым делом мы вбиваем в поисковую систему мягкая игрушка кролик. Смотрим выдачу и получаем следующие результаты. Выдача реально по региону Москва. Что мы видим из первых семи результатов поиска? На самом деле здесь три контекстная реклама, четыре поисковой системы, но обобщим их семь. Первая ссылка – это Озон. То, о чем я говорил вам выше, что по таким запросам, даже низкочастотным, потому что это запрос не мягкие игрушки, это мягкие игрушки кролик, вы будете конкурировать с лидерами рынка, которые, как правило, не жалеют на рекламе. Второе рекламное объявление – это неправильно настроенная рекламная кампания, потому что я ищу мягкую игрушку, а мне предлагают мягкие развивающие игрушки для детей до двух лет. Мы зашли на этот магазин и постарались найти данный товар, но его близко там и не было. То есть реклама показывается зря, скликивание с нее будет, вы будете тратить большие деньги на рекламу, но при этом не получая продаж. То есть, как опять же повторится, в Bittrex есть сервис, есть модуль, который позволяет отключать рекламу, если она не дает должного уровня конверсии. Такой способ вас обезопасит вот от таких ошибок настройки рекламной кампании. Следующий момент, то, что мы видим, это на четвертой настройке Яндекс.Маркет. То есть Яндекс.Маркет очень хорошо сейчас рекламируется, очень хорошо развивается, и практически по каждому общему запросу он будет в первой пятерке выдачи уж точно. И куда будет переходить неопытный, да даже опытный пользователь, обязательно он зайдет на Яндекс.Маркет. На следующих позициях, вторая, третья, четвертая поисковая выдача, мы постарались найти данного кролика, но не обнаружили. Либо запрос был нерелевантен, либо такого кролика не было в наличии. Результатом всего стало то, что мы нашли данный товар только в одном интернет-магазине. У него были свои условия. Он был, опять же, зарегистрирован, если обратите внимание, на маркете. У него был телефон, у него была цена, доставка, все было возможно. Но тут важный момент. Менталитет русского человека сделан так, что он никогда не купит сразу. Он сравнит цены, он посмотрит, где есть еще. Он попробует найти либо дешевле вариант, либо быстрее, либо просто посмотреть, какие варианты еще есть. В результате чего произойдет следующее действие. Он из этого магазина скопирует точное название товара. И, как правило, название товара у большинства магазинов одинаковое, потому что если это выгрузка с Одинэцки и прайс брался у поставщика, то название будет одинаковое, получает следующую выдачу, в которой мы видим 6 релевантных запросов по запросу кролик коричневый сидящий 71 см. На всех абсолютно этих сайтах есть данный товар. На всех сайтах разная цена и разные условия доставки. И вот если по этому запросу очень низко, частотному, если его можно еще таким назвать, по которому навряд ли кто-то будет продвигаться, вы будете находиться в тройке, то к вам будет идти достаточно хороший трафик, то есть небольшой трафик, вам не будет 5000 человек в месяц ходить. Это все классно, к вам будут заходить 10 человек в месяц по запросу именно вот этому, но эти все люди горячие клиенты. Их не надо уговаривать покупать, они уже конкретно знают, мы хотим вот этого кролика, доставьте нам туда. Они вам позвонят, и дальше уже все зависит от вашего менеджера. Второй момент, который я обращу внимание, это то, что в данной выдаче нет контекстной рекламы. То есть, как вы видите, нет ни одного рекламного объявления. Это значит, что по этому запросу никто не рекламируется, а следовательно стоимость рекламы будет очень-очень низкая. Есть много ограничений в Яндекс.Директе, в Гугле по поводу запросов, которые имеют очень маленькое количество переходов, но все их обойти можно, и показывать рекламу даже по таким узким запросам проблем на самом деле не составит. Опять же, вы будете платить копейки, получать небольшой трафик, но он будет весь конверсионный. Теперь мы перейдем к Яндекс.Маркету. Напоследок, это шаг пятый, то, что вкладка у нас осталась однозначно открытой, и мы обязательно зайдем в Яндекс.Маркет. Мы найдем нужного кролика. Если вы можете это все проверить, видеть точное наименование данной мягкой игрушки, увидеть то, что на самом деле продать нам его могут всего 7 интернет-магазинов. 7 интернет-магазинов по всей России нам могут продать кролика. Результат на самом деле немножко плачевный. Что мы видим в выдаче? Мы видим два последних магазина, которые нам предлагают доставку до 60 дней. Естественно, мы этого кролика не закажем. Нам кролик через 60 дней не интересен. Последний сайт не очень вообще дает понятие, доставляют ли они куда-то. Доставляют они только из Санкт-Петербурга в Москву, либо они доставляют еще куда-то. Ну ладно. У нас остается 5 магазинов выдачи. Из них мы видим то, что 5 и 3 имеют очень маленькое количество отзывов. 5 вообще не имеет ни одного. Соответственно, на него навряд ли у нас пойдет выбор. У нас остается гигант Озон и первые 2 магазина. Между ними, скорее всего, выбор мы и будем делать. Но, как вы видите, только у одного магазина идет полная интеграция с Яндекс.Маркетом. Яндекс.Маркет позволяет продавать товары, не заходя на ваш сайт. Человек кладет в корзину и оплачивает прямо в Яндекс.Маркете. Это замечательное действие, потому что здесь вам уже не надо думать над юзабилити. Над ним надо думать, но здесь вы не будете переживать, что он ушел, потому что у вас кнопка «Купить» не так работает, потому что у вас онлайн-консультант сломался, либо менеджер куда-то отошел. Яндекс все сделает за вас. Условно говоря, интегрируйтесь в Яндекс.Маркет со своими детскими товарами, посмотрите конкуренцию, и вы будете удивлены, что вы будете конкурировать не со всем интернетом, не со всей глобальной сетью, а только с двумя-тремя магазинами, что намного облегчает работу. В принципе, по презентации все. Давайте с вами попробуем пробежаться по вопросам, если мы попробуем разобраться. Так, сейчас, секундочку. Как-то так. О, да, мы получили ответы, то, что уникальные тексты, вечные ссылки, статьи, дири-группа ВКонтакте. Ну, клиент, да, хочет от Евгения за 1-3 дня получить товар, но это может быть в федеральных городах, в Москве, в Питере, да, с вами согласен, были именно этого и хотели. Но в регионах, поверьте, здесь все сложнее найти какой-то товар. Дай бог, за неделю привезут, уже будем счастливы. Распространен ли Яндекс.Маркет в СНГ? Что вы под этим вопросом подразумеваете? Если, да, он работает в СНГ, да, там есть аудитория, да, им пользуются, но в странах СНГ немножко больше спросом пользуется все-таки Google. И, наверное, Яндекс.Маркет еще в России не сильно популярен, чтобы быть востребованным в странах СНГ. Сколько стоит интеграться, чтобы клиент покупался сразу с Яндекса? Все индивидуально нужно узнавать у своих разработчиков. Надо смотреть, на самом деле, модуль Битрикса, насколько он нам сейчас позволяет это делать, то, что интегрировать мы можем легко, может быть, в будущем вы сможете это делать вообще в пару кликов. Так, все, вопросов, в принципе, нету. Тогда Никита у нас должен забрать слово, а мы вас благодарим за внимание. Если что, пишите на почту, звоните у нас, номер 8800 бесплатный, поговорим с вами обязательно. Все, до скорых встреч. Спасибо большое Александру и первому, и второму. Отличный, замечательный доклад. Ну, я не знаю, если есть возможность, пока, Александр, ваш экран показывает, откройте хотя бы название там сайта своего, ну, чтобы какие-то контактные данные люди могли себе записать. А, ну вот, Крайт, да, вот, да. Номер телефона крайт.ру Замечательно, спасибо большое. Друзья, кто у нас сегодня присутствовал на вебинаре, кому не, кто не получил ответов на свои вопросы, обработаем сейчас, посидим, посмотрим, свяжемся и по e-mail спишемся. Я еще раз сохраню сейчас question log. Что еще хотелось бы добавить для тех, кто у нас вот сейчас остался, да, там, на вебинаре еще слушает. Интересная штука такая, да, чуть-чуть забегая вперед. У нас с 1 августа начнется акция со скидками, поэтому, если планируете приобретать Bittrex, ну, потерпите пару дней. С 1 августа будет, цены будут гораздо интереснее. На этом все, всем спасибо и регистрируйтесь на наши следующие вебинары, которые будут в августе. Все, всего хорошего. Продолжение следует...